МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах сегодня. Инцидент с раздачей благотворительности в Дзербенте. Что правда, что вымысел об этом через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержать, когда трудно. В столице открылся первый центр помощи женщинам с детьми. На святые земли очередная группа паломников отправилась в Малый Хадж Саудовского радио. Что же произошло в Дзербенте? Напомню, в процессе раздачи горожанам благотворительной помощи от сенатора Сулеймана Керимова случилось столпотворение, чуть было не переросшее в давку. Видео с места событий тут же разошлось по различным соцсетям, и многие не упустили возможность на этом спекулировать. Так какова же была картина на самом деле? С очевидцами событий встретился наш корреспондент Абдулла Алиев. Цепочки! Цепочки! Бери, пока дают. Именно этот принцип сработал во время акции Сулеймана Керимова по раздаче продуктов в Дзербенте. На этот раз благотворительное мероприятие вызвало огромный ажиотаж. Мысль получить заветный пакет с продуктами в этот день подсигнула многих горожан прийти к джумам мечетям Дзербента. Людей скапливалось все больше и больше, что неминуемо привело к возникновению давки. Если говорить в частности о нашем фонде, то проводя большие масштабные мероприятия по распределению помощи, мы всегда придерживаемся системы адресной доставки. И практика показывает, что подобные мероприятия нужно проводить именно так. В данном случае организатор желал распределить продуктовую помощь именно у мечети после пятничного намаза и не ожидал, что будет большое количество людей, так как недели ранее подобное мероприятие в Каспийске прошло успешно. Но широкое распространение информации в социальных сетях привело к тому, что собралась большая толпа, сдерживать которую не могли ни волонтеры, в числе которых были и волонтеры фонда «Инсан», и представители правопорядка. Поэтому хочется призвать наш дагестанский народ, чтобы в подобных ситуациях они относились более терпеливее, более уважительнее друг к другу. Незамедлительная информация о произошедшем распространилась в соцсетях и в СМИ. Новость именно о давке, а не о благотворительной акции стала интересна даже многим авторитетным изданиям. Начали, что называется, ловить хайп. Говорили о пострадавших, среди которых упоминались даже дети. Но, как выяснилось, поступивших в больницу с места проведения акции не было. Я заведующий приемного отделения, мониторирую всех поступивших больных. За время проведения акции никто оттуда, в данной территории никто не поступал. Кроме того, за сутки пострадавших в данную больницу, в приемное отделение города Деревента, никто не поступал. Стоит отметить, что в ходе акции в исторической джума мечети и мечети имени Мухаммада Иракского было роздано более 4 тысяч пакетов с продуктами. Многими была выражена благодарность за прошедшее благотворительное мероприятие. Спасибо Сулейману Керимову. Дай Богу ему здоровья, чтобы у него садака Аллах принял. Хочется поблагодарить Сулеймана Керимова за то, что проводит благотворительные мероприятия у нас в республике. Они остаются в стороне на призыв о помощи нашего дагестанского народа. Надеемся, что так же и дальше он будет принимать самое активное участие в решении тех или иных проблем нашего населения. Организаторы акции намерены проводить подобные благотворительные мероприятия и в дальнейшем. Но вызовет ли это такой же интерес различных СМИ, не случись там подобного дербентского случая, большой вопрос. Абдулла Алиев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Дербент. Накануне в Саудовскую Аравию вылетела группа паломников из Дагестана и Чечни, в составе которых 33 человека. Транзитный перелет предстоит верующим через Объединенные Арабские Эмираты. В течение двух недель верующие посетят святые города Мекку и Медину, побывают в исторически значимых местах и выполнят все религиозные ритуалы. Паломники будут размещены в гостиницах. Также им будут предоставлены гиды, которые будут их сопровождать на время всей поездки. В подарок они получат священную воду Замзам и литературу о хадже. Напомним, что вылеты в Малый Хадж осуществляет каждые две недели единственная в Дагестане аккредитованная хадж-компания Марва. Следующий вылет состоится 15 февраля. Там уже действительно не все тебе осмысливаешь. Понимаете, потом когда домой приезжаешь, ты думаешь, что-то не так там сделаешь, что-то не так там сделаешь. Просто тебе бывает обидно и жалко, досадно, понимаешь. А то, что сейчас я поеду туда, ну вполне я уже, у меня уже мирозрение другое будет. Я буду спокойно себя вести тем, чем еще раньше. Я очень признателен вам, что вы такую организацию делаете. По умру хочу, по большому хочу. Теперь я намерен на большой хадж пойти с вашей помощью. Отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами предлагает ввести Росстандарт. Оборотный штраф от 1% годовой выручки компании-нарушителя и 3% при повторном нарушении. Об этом в интервью российской газете рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов. Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть. И ее надо расширять, сказал Абрамов. Когда в 2018 году в результате введения оборотных штрафов средний чек на топливном рынке вырос, это заставило многих владельцев АЗС задуматься, стоит ли нарушать в принципе. Сейчас производитель некачественной продукции фактически ничем не рискует, ставя на нее знак ГОСТа. В Махачкале открылся первый центр помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За помощью приходят дагестанки, которым больше некуда идти от домашнего насилия и непонимания. Здесь, кроме крыши над головой, женщины получают уход и психологическую поддержку. Сюжет Зумруд Гамидовой. Ни жилья, ни работы, ни денег. Истории тех, кто попадает в этот центр, очень похожи. Здесь принимают всех, независимо от регистрации, национальности и вероисповедания. Предоставляют все необходимое, но самое главное – помогают встать на ноги. Снять квартиру удалось на средства гранта. Дальше настала пора работать, причем в прямом смысле. Отремонтировать, отмыть, обставить мебелью. Так и готовилось это убежище. Райса Тасманова помогает женщинам, которые стали жертвами мужей тиранов, которые остались без дома и им некуда идти. Но центр – это не просто место, где можно переждать бурю в жизни. Здесь с ними работают психологи. Эти мамаши, у которых нет прописки в Махачкале, эти мамаши, у которых нет жилья вообще, нет работы. Эти мамаши, которые не могут ставить на учет электронную очередь для того, чтобы определить своих детей в детский садик. Основная причина в основном – это сироты. Дело в том, что стараются опекуны, не все. Стараются отцы. Если остались, то как можно быстрее сплавиться от девушки. И очень рано замуж выдают. В основном ко мне попадаются, которые очень рано выдали замуж. Маленькая Вадзипад всего два месяца. Но мама уже возлагает на нее большие надежды. Ведь на кого еще ей положиться? Динару беременную выгнал из дома собственный муж. Много раз уходила, много раз проходила, много чего. Я видела сверху. Много она меня унижала, потому что у меня дома нет, ничего нет. То, что ты никому не нужна. Это мне было обидно было постоянно. И когда уже муж меня уже жестоко избил, мне давило такого, у меня вот шрам остался после него. И просто что, у меня уже встал, ушел. Ребенка забрала, ушла. Идти ей было некуда. Одна, без документов. Девушка даже некоторое время жила в мечети, где потом ей посоветовали этот центр. Здесь ей обеспечили достойный уход. Я хочу на дети, чтобы было им удобство. Я хочу им на методический капитал взять. Арку, то, что после меня, то, что не были у них. То, что не остались без дома, как мама. Что я не получила с маленьких лет. Я хочу все отдать детям. Похожая история и у Марины. Она осталась на улице с двумя маленькими детьми. Здесь женщина нашла выход из кризисной ситуации. А еще работу. Марина будет работать в центре воспитателем. Мои дети будут под моим наблюдением, под моим присмотром. И тут я буду работать тоже. Тут я буду воспитательницей. Сидеть с детьми, воспитывать детей, как своих я воспитывала. Также воспитывать этих детишек с любовью. Воспитывать их как своих родных. Это моя работа. Пока они находятся в центре, для каждой из них будут организованы психологические и юридические консультации. Женщина узнает, что и как им нужно сделать, чтобы решить свои проблемы. И это абсолютно бесплатно. Но поскольку центр содержится силами одного человека, сотрудники готовы принять любую помощь. Будь то теплые вещи, продукты или детские игрушки. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это вся информация на сегодня. Удачных вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова